Давай на ты, и я достаточно такой простой человек, говорю, все, я не отыгарю, хочу хозангах, как будто еще продолжается студенческая жизнь, но в новом формате. Тоже многие говорили, как же там, кто, в шкафу не попадешь, там, нужно платить, там, все такое. Еще будучи студентом, и потом тоже, когда уже приезжал, я не мог встретить достойную национальную кухню, качество халяль, царская кухня, она тяжела немного. Добрый день, уважаемые зрители, рады приветствовать вас на очередном выпуске проектного шоу. Сегодня у нас в гостях известный татарстанский предприниматель, основатель сети кафе-ресторанов-тюбетей, султан Эдуардович Сафин, султан Исэнсис. Салям. Ну, о себе в двух словах. Я родом из Самарской области, село Камышла, маленький такой татарский район, мини-Татарстан его называют там. Вот, там, учился там, жил там, потом какое-то время переехал в Тольятти, школу заканчивал в городе Тольятти, откуда, где автоваз наш, да, производятся вазовские машины. Вот, и был такой момент, у меня появилась мечта оказаться в Казани. Вот, и эта мечта была связана как раз с КФУ, потому что буквально на два дня была небольшая экскурсия, и я оказался в главном здании КФУ, и мне показалось, что здесь какой-то другой запах даже, запах другой. Люди, это, видимо, была какая-то приемная комиссия. Пахло чпичмаками. Тогда еще нет, потом стало пахнуть чпичмаками. Вот, и мне просто сказалось, что здесь столько там разных наций, разных народов, там было очень много афроамериканцев, там из Азии, как бы много студентов, и вот эта вся атмосфера такая международная, она меня просто заразила. Ну, вот, по всей видимости, этот зарубежный дух, международная коллаборация, которую вы в КФУ пропитались, оно способствовало, да, вашей работе в Саудовской Аравии, я так понимаю, в крупной корпорации. Да-да-да, то есть, ну, следующим таким интересным этапом, ну, вообще КФУ – это отдельный этап, да, то есть там тоже определенным чудом я там попал в КФУ, то есть тоже многие говорили, как же там, кто же в КФУ, не попадешь там, нужно платить там, все такое, вот, но я опять-таки там с деревни ЕГЭ сдал просто, и хорошо получилось сдать, и получилось как бы попасть, да, по воле Всевышнего, и когда оказался на геофаке, геофак, оказывается, это, ну, две вещи. Это, с одной стороны, романтика, геологические практики, палатки, костры, гитара там, и вот это все, изучение пород, прогулки по геологическим, ну, это называется геологическое обнажение, то есть, когда ты можешь наблюдать породы, да, их изучать. Вот, с другой стороны, это возможности, то есть геофак – это близкая тема к нефти, не все там пронять, но в том числе и пронять и про полезные ископаемые, да, и открылись там, у меня была международная практика в Китае на четвертом курсе, по-моему, на третьем курсе у меня была не менее интересная практика в Татнефти, всех студентов отправляют в Татнефть, потому что это наша такая, да, ну, материнская компания в Татарстане, там, конечно, проходился газон иногда косить, но как бы и в этом была польза. Классика студенческая. Да, и потом был Китай, был Усинск, ну, это ближе к Заполярью, вот, и было, ну, это была компания Шлюмберже, да, тоже международная, и потом открылись возможности как раз из Китая, я узнал о том, что есть возможности в Саудовской Аравии, а я как бы по духу, ну, как мусульман, да, то есть мне хотелось вот это все узнать, увидеть своими глазами, как бы там побыть, и открылись возможности учебы и работы там. Я уже, соответственно, выбрал сначала учебу, я сделал там магистратуру, ЛАШ КРД, там полтора года она была, и потом там же удалось устроиться на работу в Саудиорамко, такая нашумевшая сейчас последние годы, крупнейшая корпорация, да, нашумевшая история Саудиорамко, раньше она такая была достаточно закрытая, то есть она не как Газпром, она супер такая национализированная и достаточно закрытая компания, вот, и они там отборные фрукты только берут из индустрии, то есть там работают мужики, которые под 30 лет работали в Шейл, в БиПи, там, Хелли Бёрн, там, и так далее, вот эти компании. Фильтрация проходит. Да, 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 а из-за того, что я университет там закончил, то есть у меня открылся такой канал прямой, то есть, ну, такой, срезаешь 30 лет опыт, да, сразу как бы во рамках, и, ну, опять-таки, там очень интересное было интервью, отдельно тоже про это могу рассказать, и вот там оказался. Очень интересное обучение, я проходил бизнес-обучение от Babson College и Cornell University, это такие ведущие университеты в мире по бизнесу, и нам давали вот эту систему Customer Development, да, систему Стива Бланка и его учеников, там, Lean Startup, Business Model Canvas, да, Александра Остервальдера, вот, и вот эти все вещи, которые мне там давали, я вот из-за вот этой тяги своей к национальной кухне, я просто брал и... Интегрировали это, да. И моделировал как бы в Тубетей, а что, если так, а что, если так, и думал про эту модель, формировал там бизнес-планы и так далее, и сам продукт, саму подачу, и так вот в 2014 году появилась вот эта концепция Тубетей. Есть две такие крупные сферы знания, Product Development и Customer Development, да, развитие продукта и развитие клиента. Вот, насколько я понимаю из твоей риторики, у тебя есть вот этот внутренний вектор по ценности, то есть ты как бы больше стараешься, наверное, донести свое понимание до клиента. А есть ли обратный такой вектор, что какая-то связь с текущим студенческим сообществом или с клиентами Тубетей, они тебе что-то подсказывают на доработку, скажем так? Да, абсолютно. То есть вообще изначально, опять-таки, когда Тубетей как концепция формировалась, она формировалась на базе Business Model Canvas, да, то есть Value Proposition, да, что мы предлагаем, как мы эту Value доносим до целевой аудитории? Многие ищут, наверное, стопроцентных инструментов в плане, там, трудоустройства, в плане развития своего бизнеса. Это не всегда просто, ведь, да, тестировать гипотезы, цикл за циклом. Ресурсы. Да, это требует ресурсов, в том числе жизненных, энергетических, и кто-то может сказать, ну, нет, я хочу там пойти в корпорацию, где там все понятно, все прозрачно, я буду получать большие деньги. Вот каким образом удается молодое поколение зажигать, мотивировать на то, чтобы... Ну, как бы это же ваш бизнес, да, условно говоря, ваша мотивация понятна, а вот именно чтобы сотрудники, участники команды тоже были заинтересованы в развитии, в тестировании гипотез. Вот такой вот вопрос. Ну, это, наверное, вот даже про... То есть у нас много пивотов было во время развития тюбетей, да, то есть там вначале мы думали, что мы будем там несколько форматов открывать заведение, потом там нам пришлось производство свое открыть, потом нам, там, мы были производственными павильонами, потом нам пришлось в рестораны перейти, да, перетечь. И сейчас, наверное, такое время пришло, когда вот особенно коронавирус, да, помог всем немножко себя в свой формат переосмыслить. В доставку? В доставку в том числе, но мы благодаря коронавирусу стали очень гибкой компанией, и во время коронавируса у нас, по-моему, на 180 градусов поменялись роли внутри компании. То есть, ну, была определенная структура и иерархия во время коронавируса, мы отменили эту структуру, и каждый взял... Хоризонтально, да, получается, и каждый взял себе просто определенный вектор. То есть, каждый человек отвечал за какой-то важный вектор во время коронавируса, то есть, который, ну, реально помогает нам выжить и преуспеть во время коронавируса, да. И там у нас, например, появилось направление, там, как розничная доставка именно по оптовым ценам, то есть, мы хотели спасти город, то есть, у нас такая была, ну, безумная идея. Миссия, по сути. Да, то есть, и мы, мы, наша компания, она не строится сухо на прибыли, то есть, ну, типа, просто заработок, заработок, заработок. У нас не в этом, как бы, идея. Если изначально тебе те про это было бы, я бы, наверное, там, в Саудовской Аравии остался. Да. То есть, а наша идея про то, чтобы создавать ценности. И когда мы увидели, что город просто остался дома, и, возможно, как бы, у мамы, у которых трое детей, еще муж голодный приходит с работы, может просто физически не хватить времени, там, уже на третий или на пятый день готовить, это, ну, огромная энергия, да, нужна, и время, и так далее. Мы поняли, что мы хотим помочь. Ценности позволяют держать коллектив в едином порыве, особенно в условиях сложных таких экономических, может быть, в условиях пандемии, да. Но вот для вас сегодня, как руководителя, фаундера сети кафе, ресторанов, тюбетей, какие метрики являются ключевыми? В плане бизнеса, метрики бизнеса? В плане бизнеса, да. То есть, ценность это глобально, а точечно, вот где вы замеряете температуру? Ну, понятно, базовые вещи такие, как выручка, рентабельность, да, подразделение каждого объекта, понятие фудкоста для общепитателя, ну, один из ключевых, да, одна из ключевых метрик. Нам важно очень понимать фод, сколько, да, то есть, мы на каком уровне держимся. То есть, в каждой нише есть определенный бенчмарк, то есть, определенные, ну, или best practices, да, по которым ты можешь судить, ты хорошо работаешь или плохо. Такое есть в общепите, такое есть в IT, такое есть в онлайн-образовании и так далее. И у нас тоже есть определенный бенчмарк, то есть, это вот эти основные, там, 3-4 показателя, кроме которых мы, для нас очень важно мерить, это, наверное, больше мы там не делаем какой-то индекс пока еще там, да, какие-то внутренние индексы, да, для сотрудников, но мы общаемся. И для нас очень важно, то есть, мы общаемся, и для нас очень важно понимать то, что то, куда, например, то есть, иногда бывает, что фаундер где-то в одной плоскости находится, да, а команда находится в другой плоскости. Вот, и нам очень важно, что команда и фаундер, да, мы как-то вместе движемся и, так скажем, выровнялись в своем понимании того, куда движется команда. И вот это, это некая такая больше, наверное, интуитивная вещь, нежели какая-то сухая метрика, но мне кажется, она наравне с выручкой, с, там, средним чеком и так далее, потому что если гнаться только за одним, то есть, это, если, если глобально вот эти две вещи взять, то есть, есть сухие показатели, там, прибыльности, которые складываются, там, из, там, 5-6 конверсий, которые дают потом прибыль, да, а есть показатели такие, ну, энергии, что ли, атмосферы в компании. И вот эти две вещи, которые, мне кажется, должны быть ключевыми. И вторая для нас, она больше пока интуитивная, и мы ее на уровне чувства пока это делаем, да, вот, а эти уже как бы понятные, мы там наработали. Ну, системные показатели. Да, системные показатели. Но мне кажется, вот, больше надо, наверное, упор делать еще больше во второе, потому что второе, оно результирует в первое. То есть, первое... Это такая метафизика. Да, то есть, такой есть принцип изнутри-наружи. То есть, невозможно, если ты внутри, там, один человек, а снаружи ты транслируешь что-то другое, со временем, как бы, ну, ты съешь сам себя. То есть, должно быть то, что... То есть, выручка – это последствия. Последствия счастливого клиента, последствия счастливого сотрудника, счастливого члена команды. И оно идет от сотрудника к клиенту, оно не идет обратно. То есть, не выручка приносит счастье в компанию, а счастье в компанию приносит трансляция вот этого счастья компании клиенту. И если ты это делаешь с хорошим продуктом, с хорошим сервисом, и за тобой стоят твердые ценности, и то, что ты говоришь, ты это делаешь, то будет тебе счастье. То есть компания будет успешной. То есть у вас такой прозрачный стиль управления, вы открыты для своих сотрудников. Ну, стараемся. Мы не идеальны, надо тоже это понимать. Мы молодые, мы не идеальны, но мы стараемся это делать, это транслировать и в этом направлении двигаться. То есть для нас это как бы ядро такое. А вот насколько эти системные показатели позволяют вам извлекаться из бизнеса? И вот я так понимаю, вторая составляющая эмоциональная все-таки требует непосредственно вовлечения фаундера, да? В то, чтобы с термометром ходить. Are you happy? Ты счастлив? Да, да. Честно скажу, да, и как бы моя команда здесь подтвердит, меня мало. Ну, если вы чисто про меня говорите, то вот эта эмоциональная составляющая, наверное, где я должен быть больше вовлечен, но, к сожалению, пока меня мало, потому что параллельно еще учиться начал, да? То есть мы не должны стоять на месте, должны все время учиться. И здесь это, наверное, такое, ну, как говорят же, там, каждому есть над чем сегодня работать, да? И каждый день эти вещи, там, они новые появляются. И вот моя задача, наверное, одна из ключевых задач сейчас, это вот эмоционально больше наполнять команду, то есть транслировать свое видение, свои ценности, и тогда, возможно, и эти метрики, они автоматом, как бы, это не сама цель, то есть, видите, у нас немножко, мы немножко смотрим на результаты, как на последствия. Мы, то есть, там, ты можешь где-то стараться увеличить конверсию, ты это делаешь в маркетинге, там, увеличить конверсию какого-то канала, там, стать лучше в сервисе, сделать там вкуснее продукты, где-то там, я не знаю, оптимизировать фудкост за счет объема или за счет новых поставщиков. Но это все должно быть вместе с ценностями. То есть, когда эти ценности вшиваются в эту систему, и когда все живут и думают, да, этим, и работают этим, то тогда это все становится последствием, и таким последствием, которое не надо стоять над душой, чтобы случилось. Жестко контролировать не надо, да? Да, да, да. Логично. У нас, в этом плане, у нас достаточно гибкая структура, и мы, наверное, ну, немного нестандартны, особенно, вот, если говорить про производство, наверное, то есть, у нас производство, вообще, в Татарстане, как бы, они такие достаточно традиционные, и все привыкли к определенному формату производства. У нас, наверное, как бы, мы стараемся сломать этот шаблон. Где-то это тяжело получается, потому что советский человек, как бы, или российский человек, он привык к надирателю сверху, да, и мы стараемся сломать этот шаблон. Где-то мы теряем из-за этого, да, это надо открыто признавать. То есть, там, где есть жесткий контроль, возможно, здесь и сейчас результат лучше. На короткую дистанцию. Но мы смотрим вперед, да. Нам важно, чтобы мы стратегически были достаточно открыты, чтобы мы больше про развитие талантов, нежели про, там, ну, краткосрочный быстрый результат и, там, постоянные смены кадров. Вот эти вот системные показатели, я так понимаю, их достаточно легко делегировать. А вот эти три кофаундера, кроме тебя, да, можно ли им делегировать вопросы эмоциональной, ценностной накачки коллектива, или это все-таки такая исключительная твоя компетенция? Ну, мне кажется, то, что если это не получается делегировать, это проблема фаундера. И, ну, то есть, точнее, не делегировать, я вообще, ну... Последователей сформировать, скажем так. В случае, мне кажется, ценности делегирования, это не совсем то, что должно быть. Мне кажется, это должно быть обучение. А вот каким образом удается распределить зоны влияния среди кофаундеров? И я вот знаю, что в других корпорациях есть такая практика, там, какой-то определенный промежуток времени ЛПРом, там, лицом принимающим решения, становится один кофаундер, там, гендиректором, потом, может быть, там, 2-3 года другой, и каждый какие-то свои фишки, какие-то свои дополнительные ценности тоже тестирует на корпорации. Готовы ли вы к таким экспериментам? И если нет, то как вам удается урегулировать? Все равно у каждого вицеа чуть-чуть виднее есть. Да, да, я понял. На самом деле, здесь это тоже, наверное, больше такой, больше вопрос здравого смысла и чувствования в определенный момент, да, компании, и в чем она больше нуждается. Здесь, ну, такой двоякий вопрос, то есть есть, или там, полка в двух концах, да, то есть есть эго, есть амбиции, есть нужды компании. И здесь очень важно, чтобы это все совместилось правильно, и компания не провалилась, а наоборот, шаг сделала вверх при смене, да, например, о том, что ты говоришь. Это очень важно, чтобы все кофаундеры, они думали об общем благосостоянии, то есть чтобы они думали о благе компании, нежели о своем благе. То есть если идет какой-то перевес, да, ну, кто-то тянет на себя одеяло, например, да, то тогда это будет больше решение личное, ну, для себя, да, для кого-то из, да, и тогда компания потеряет. Вот, либо второй вариант, ну, вот более здоровый, и мы, в принципе, это практикуем, то, что ты сказал, мы практикуем, то есть какое-то время был генеральным директором я, сейчас генеральный директор другой, ну, кофаундер, да, Руслан, вот. Здесь просто, наверное, надо поизучать труды того же Адизиса, про циклы, да, корпорации или какие-то другие статьи, где уже велосипед изобретен, где говорят о том, что есть цикл, когда нужно принимать взрывные решения, и это часто не структурные и не системные решения, чтобы успеть захватить какие-то вершины. Новые сегменты рынка. Новый сегмент рынка, доля какая-то рынка, или важно, например, именно сейчас, так, не знаю, выкатить какую-то новую концепцию, потому что потом мы ее упустим, да, то есть нужно идти в ногу со временем. В какие-то моменты важна стабилизация, важен контроль, важны результаты. Системный менеджмент. Того, что есть, да. В какие-то этапы, возможно, нужен этап стандертизации, и нужен там сукрупулезный какой-то руководитель, да. И мы тоже, в принципе, это достаточно хорошо понимаем. Ну, то есть здесь нужны какие-то супер детали. В бизнесе мы часто взорываемся в супер деталях, но в бизнесе гораздо важнее понимать ключевые важные факторы для, ну, успешности или для… Устойчивого развития. Ну, для устойчивого развития, для успешности. И вот в данном случае, вот понимать вот эти вот, когда что нужно компании, и обращать на это внимание, и быстро на это реагировать, в принципе, вот, наверное, мы это и сделали в коронавирус. То есть в коронавирус это у нас примерно как получилось, но отвечая вот на тот вопрос, да, то есть там было, по-моему, там еще конец февраля, по-моему, был, начало 2 или 3 марта было, еще не пахло вообще коронавирусом в России. То есть, но у нас очень много друзей за рубежом. Ну, так как я за рубежом учился, и второй кофаундер Руслан тоже за рубежом работал, у нас еще много друзей за рубежом, и они говорят о том, что у нас тут уже все, то есть мы уже закрываем, у нас закрывают уже двери, магазины и так далее. И мы понимаем, ну, окей, как бы, наверное, недолго и до нас эта реакция дойдет. И мы уже тогда, в начале марта, начали к этому готовиться, и там были такие, типа, кризисные совещания, то есть или антикризисные совещания, когда мы полностью переначали систему работы компании, полностью перешли в Zoom, то есть в Zoom полностью управление ввели и работали в Zoom, поменяли роли, директоры ресторанов стали, например, директорами подразделения, там, курьеров, то есть, ну, полностью роли поменяли. И вот это как раз, наверное, вот это вот, суметь почувствовать, когда нужны компании, и измениться, то есть где-то сказать, там, нет своему желанию, там, я не хочу, типа, я не хочу за руль садиться, я же повар. У нас команда села за руль, то есть у нас повара сели за руль. Стали курьерами. Да, они были готовы к этому, или, например, у нас там, там, директори ресторанов, там, кто-то стал, там, заместительным директором или, там, директором по производству, кто-то, там, был HR-ом, стал директором доставки, ну, или лидером по доставке. То есть такая ротация постоянно идет, да? Ну, да, потому что это было нужно команде. И это, если мы, ну, как бы, учредители, если это готовы принять, то команда тоже, ну, как бы, она видит, и тоже на это идет. И поэтому, мне кажется, это нормальная практика, и, мне кажется, в этом и суть. Ну, бизнес – это живой организм, и мы должны просто чувствовать его и, как бы, меняться, ну, вместе с этим организмом. И вот вижу, что есть достаточно высокий уровень доверия как между кофаундерами, сооснователями сети, так и коллективу, да? Вот каким образом удается этого добиться, какой ассессмент вы проводите? То есть это вот, ну, определенный посыл к нашим зрителям, в том числе к студенческой аудитории. Кого вы хотели бы видеть в своих рядах, и как вы их фильтруете, как отбираете честных, справедливых, прозрачных, открытых и настроенных на развитие? Как, да, вообще команда? Ну, на самом деле, в плане команды у меня был разный опыт. То есть, ну, когда мы начинали, я думаю, что мы много шишек набили вообще по поводу формирования команды, даже на уровне, там, сначала партнерства, потом на уровне ключевого менеджмента, да, много кто уходил. И, наверное, это нормальный процесс, хотя мы очень болезненно, да, к этому относимся, потому что мы именно ценностно ориентированные компании, а не просто сухо там, вот твоя зарплата, вот твой объем работы, как бы, да, и не делаешь до свидания. Мы так не работаем, как бы мы очень сильно привязываемся к людям, это, наверное, наш минус, да, на данном, ну, может быть, минус, может быть, плюс, и так, и так. Вот. Мы по поводу кадров, тоже, наверное, важно сказать, то, что мы еще раз трансформировались благодаря коронавирусу, да, и мы, кроме того, что стали горизонтальной компанией, мы поняли, что мы наработали определенную критическую массу опыта, ресурсов, влияния, узнаваемости где-то, да, бренда, хотя бы даже на региональном уровне, хотя нас очень много туристов тоже знают, что мы готовы транслировать этот опыт на новые концепции. То есть мы реально, я как бы, вот, с полной готовностью и ответственностью, наверное, могу сказать то, что мы готовы, мы открыты к идеям студентов, и тем более КФУ, как бы, это одно университет, то есть, да, мы только за, да, то есть каким-то идеям, интересным стартапам, проектам, которым мы могли бы помочь транслировать в них свой опыт. Конечно же, нам важно, чтобы это было в рамках нашей философии и нашей глобальной цели, да, миссии нашей компании, то есть и фэмили, и моей личной, да, миссии. То есть мы все-таки за то, чтобы нести вот эту татарстанскую культуру, айдентику татарстанскую, вот этого миролюбия, баланса между религией, современностью, между бизнесом, там, и, там, ценностями семьи, там, и так далее. Этносы тоже такой, микс культуры. Да, ну, то есть получается и сосуществование, созидание такое, да, то есть мы хотим это транслировать в мир, и это наша, как бы, глобальная такая миссия, да, то есть мы хотим сохранить наши ценности и показать их миру в новом, так скажем, современном формате. И это может быть, то есть, там, сегодня это еда, завтра это, возможно, что-то другое, да. И нам очень важно, чтобы наша команда была именно командой единомышленников. И поэтому вот один из, так скажем, способов или один из инструментов, мы сейчас, как бы, с тобой его демонстрируем, это, то есть мы открыто говорим о том, чего мы хотим добиться. Мы хотим стать, мы хотим, чтобы из Татарстана так вышел Амазон, из Татарстана вышел Алибаба, да, но с татарскими корнями, с татарстанскими корнями и с татарстанскими ценностями. Вот, чтобы, там, на обеденных перерывах, где-нибудь в Нью-Йорке не гамбургеры трескали, а трескали шпичмаки. Плюс мы, конечно же, благодаря коронавирусу поняли, что мы практически не диджитал, то есть были, точнее, да, практически не диджитал, мы были больше про оффлайн, больше про прийти, посидеть там, послушать татарскую музыку, покушать, оказаться как будто у бабушки, даже если, несмотря на то, что это быстро, потому что мы за 3-5 минут, да, стараемся заказы выдавать, вот, а тут мы поняли то, что мы хотим, чтобы это, точнее, клиент, да, он хочет, чтобы это оказалось у него дома, у него в офисе, чтобы это оказалось там, ну, за 3 клика у него в руках, и поэтому здесь мы тоже такой вектор для себя берем, диджитализация тоже конкретно, не могу сказать, вот так мы будем делать или вот так мы будем делать, будем отталкиваться от запроса, опять-таки, наших целевых аудиторий, в том числе наших студентов, и, возможно, студенты какие-то идеи подадут, да, как им было бы удобно, вот, но мы открыты, вот, и это, наверное, еще один такой глобальный вектор, на котором мы будем работать. В принципе, это подсказка, наверное, нашим программистам, да, и ТИС, и МИД, что можно CRM-систему дорабатывать, и ERP-систему, я вот, собственно, как клиент, могу сказать, что у вас не сквозная кэшбэк-система, такая маленькая ложка дегтя, то есть вот тоже над этим, наверное. Реально, нет, ну, мы на самом деле очень открыты и к любому вообще фидбэку, ну, реально, и поэтому мы, наоборот, рады, как бы, если кто-то сможет не просто там сказать, что у вас здесь плохо, а сможет сказать, ребят, я могу вам помочь, как бы, давайте вместе сделаем круче, как бы, и я реализуюсь, и я смогу простажироваться там или интегрироваться в вашу команду, и будет рост, как бы, да, для нашего там отечественного проекта, то круто, вообще-то мы только за. Я знаю, что вы проректор по науке, Данис Карлович. А, да, Данис Карлович, это вообще отдельная история. То есть мы, на самом деле, то есть, там, у меня спрашивают, почему, типа, вы у универа там понаоткрывали рестораны? Есть якорный клиент, который много кушает у вас. На самом деле не потому, что там, да, просто там много народу здесь или еще что-то, а потому что какие-то решения мы принимаем подсознательно. Мы вроде бы, да, думаем о том, чтобы бизнес был успешным, но корень этих решений, он сидит внутри. И я уже после того, как мы открыли один ресторан, потом уже на второй там начали задумываться, да, там, университетская появилась. Мы понимаем, что для меня, вот для Руслана тоже мы обзгеофака. То есть здесь наш родной КФУ, геологический факультет, Кремлевская, 4. Вот, мы на самом деле такой некий ретерн делали к своей геологии. То есть мы видим деканат, вот, там, ну, мы в Шапайках называем, да, то есть женщин, которые в деканате всегда там нам помогали с зачетками, всегда там помогали с какими-то зачетами, с бегунками этими там, то есть проставляли нам какие-то оценки или помогали организовать встречи, пересдачи и так далее, да. То есть мы видим своих преподавателей там, мы видим там своих деканов, да, у нас в ресторанах. Также Даниса Карловича мы видим. Сегодня тоже ему писал. Я говорю, тут этот, я говорю, иду в КФУ общаться, говорю, и, ну, как раз студентам интервью. Я говорю, а что вы, говорю, любите? Ну, не успел он ответить, но я его много, ну, много раз Даниса Карловича видел, и бывало даже он приводил гостей, то есть часто приезжают нефтяники в геофак, на геофак, да, какое-то доп. образование получить. Вот. И поэтому это такой некая связь, связь с университетом. И поэтому мы здесь, и поэтому мы реально как бы для студентов. Я даже, наверное, такого хотел бы вопрос поднять. Многие там, я встречался со студентами, после того, как я закончил, был ряд таких встреч и, ну, неких лекций, поделиться своим опытом, чтобы там получилось за рубеж уехать, получилось на магистратуру поехать, или за рубеж устроиться куда-то ребятам, которые еще учатся. Или здесь проект начать. Или здесь какой-то проект начать, да. И многие спрашивали, ну, типа, ну, почему у вас там цены как бы не как у столовой, да? Ну, если для кого-то, ну, я лучше открыто сам скажу, да, расскажу про это, потому что многие, наверное, про это думают, может, будет комментарии писать. То есть на самом деле я сам из-за того, что страдал, когда не было нормальной еды, я тогда тоже выбирал дешевые решения для себя. Возможно, где-то, потому что там карман не позволял, возможно, где-то там не было времени и так далее. Но тогда не было возможности таких, как Тубитэ, тогда не было возможности. Я бы счастлив был, если бы тогда был Тубитей. То есть и приходилось реально закидывать, ну, не очень еду. Ну, просто, если там мягко сказать, да. И для себя это такая внутренняя была мотивация это исправить. То есть и с хорошим продуктом, с качественным продуктом, из нормальных овощей, из нормального там масла, да, то есть из нормального теста бездрожжевого, из нормального мяса, ну, которое хорошее мясо, не дешевое какое-то, да, вот, там, ничего плохого качества, да. Ну, это все халяль-стандарт, кстати, да. То есть... Это что же на себестоимость сказывается? Это, ну, да, халяльные поставщики всегда берут, ну, как бы, дороже из-за того, что там больше, меньше конкуренции, да, из-за того, что дополнительные процессы вовлекаются, там, ручной забой и так далее. То есть и это все влияет на цену. Но если говорить о том, чтобы сытно, быстро поесть и поесть... Качественно. Думая о том, что ты кушаешь, сегодня, вот, знаете, в чем фишка? Мы в 25 лет об этом не думаем, или, там, в 20 лет мы не думаем о том, как бы, что мы сейчас едим, мы думаем о том, что мы сейчас едим с точки зрения информации. Но то, что мы едим внутрь, то есть еду, да, какую мы едим, оно очень сильно потом влияет на то, какими мы будем в 35, в 45 и так далее. Оно влияет на наше самочувствие, оно влияет на наши мысли. То есть даже мысли, они формируются, исходя из нашего самочувствия, то есть настроение твое. И то, насколько ты продуктивен, насколько ты крутые решения придумаешь в универе, там, научные ли это работа, или то, как ты впитываешь лекции, в том числе зависит от того, какую ты еду употребляешь. И если говорить о том, что вот найти золотую середину между тем, что доступно, и между тем, что не навредит мне, и между тем, что еще, как бы, это, ну, мой проект или наш проект, да, то есть, ну, отечественный проект, мне кажется, ну, решение очевидно. Ну, для меня, по крайней мере, да, я бы был счастлив. И поэтому хочется немножко здесь разъяснить, что тюбетей – это, ну, не столовая, да, и тюбетей – это больше про здоровье, про будущее студента и про сегодняшнее решение, пока ты студент, ну, своего питания и своего там времяпровождения, потому что мы супер близко постарались расположиться. Там я знаю, что многие жалуются, что павильон куда-то исчез, да. К сожалению, не все от нас зависит, да, и, как бы, у города своя политика, да, а бизнес, он должен встраиваться в политику города и в политику республики и страны в целом. И поэтому, ну, ближе, чем пока университетское, мы не можем расположиться, да, может, в будущем что-то придумаем. Но хотя бы на столько, ну, 5 минут, там, 7 минут добежать – это уже не 25 и не 30 минут. В принципе, даже не 5 минут, там, от главного здания. Может даже. 5 секунд 40. Да, да. Кстати, вот мне интересно было бы от тебя обратную связь получить, то есть вот… Ну, я вижу, на самом деле, продолжение вот ценности, которые говорил про ProDev, про развитие клиента и продукта, что здесь есть вот именно связь не только ценностей и цены, да, а то, что ты вкладываешь в себя, там, будучи студентом, и увидишь это отражение в виде своего здорового будущего, которое в том числе может быть монетизировано. Ну, да. Да, там, в 30-40 лет ты не будешь разваленный с гастритом, а вы уж продуктивным человеком, там, средних лет, с успешной научной карьерой, там, или какими-то проектами своими. Да, да. Я вот как клиент могу сказать, что, в принципе, в плане татарской кулинарии, в плане вообще здорового питания у вас, наверное, самое оптимальное решение. Но это мой субъектив, может быть, зрители где-то скорректируют. Но вот касательно, к примеру, супов, я могу сказать, что это один из лучших бульонов, в том плане, что это выверено, в плане, там, белков, жиров, углеводов. Это очень классно, вкусно и эстетично. Так что большое спасибо. Я думаю, любой студент, любой профессор, который однажды проснулся и увидел себя в оккупационном кольце окружения тюбетей, он только рад и, скажем так, доволен этой оккупацией. У меня вот вопрос в связи... Да, если бы здесь была живая аудитория, можно было бы похопать. Так что за кадром. Не нормально, главное, да. Поддержите. Главное не расслабляться, да. У меня вот вопрос самому, что нравится в тюбетей, именно вот как продуктовое решение, все равно предпочтения какие-то вкусовые есть. Ну, мой стандартный набор – это суп лапша, тахмачаше. Это... Раньше я брал кастебургер с картошечкой и с грибами. Там, да, такой... Сейчас он тоже есть, но из-за того, что я... Ну, сейчас больше тренируюсь, чем раньше, и мне нужно больше белка, я сейчас беру кастебургер домашний. Там есть и картошечка, и мясо. Куриная котлетка, ну, достаточно такая хорошая. Вот, с точки зрения белков и с точки зрения сытности. Вот очень много ценностей, я уверен, наши зрители получили из этой беседы. Хотелось бы дать определенные лайфхаки, какие-то вот советы по контенту, которые потребляет, да, основатель сети тюбетей Султан Эдуардович Сафин. Какие книги читаете? Какие читаешь? Так, по поводу книг. Ну, я сейчас очень сильно достаточно работаю над духовным своим развитием, и поэтому много литературы духовной. Там, здесь, ну, это, там, арабские есть, да, арабская литература есть из российских, там, Шамиля Леудинов, да. Вот, с точки зрения бизнес-литературы, мне очень симпатизирует теория Стива Бланка. То есть я советую студентам, которые не знакомы с этим, или вообще стартаперам, которые с этим не знакомы, погрузиться хотя бы, ну, хотя бы поверхностно понять, что это такое, чтобы просто произошел шифт из формата, где ты делаешь, там, альфа-версию, бета-версию продукта, там, еще какую-то версию продукта, и ждешь, там, потом презентуешь на рынок, он тебе дает обратку, и ты откатываешься на много лет назад, и ресурсы потерял. Нежели Стив Бланк, то, что говорит, там, вышел, спросил, у тебя еще продукта нет, у тебя, может, даже MVP, там, на бумаге сделал. Продать, чего нет. Да. С точки зрения еще какой-то бизнес-литературы, я рекомендую из Хака Одизиса. Это больше для того, чтобы управлять, для того, чтобы думать, там, где ты стартап, ты, или ты, там, больше уже компаний, или ты корпораций и так далее. Ну, не люблю советовать то, что сам еще не читал, то есть это будет немножко неправильно, да, есть крутые книги, которые у меня, там, список, 74 книги уже, там, которые я еще должен прочитать. Реестр, да? Да, должен прочитать, пока не прочитал, да. Ну, мне, мне очень нравится самому история про «Я слышу вас насквозь», это книга Марка Голстона, по-моему, если я не ошибаюсь, ну, по крайней мере, «Я слышу вас насквозь» или по-английски «Just listen», это точно, как бы, человек найдет эту книжку. Это про эмпатию, про то, как общаться с людьми, да, и мне кажется, в сегодняшних реалиях больше не IQ наш нужен, а больше EI, больше EI нужен, и поэтому все книги, которые связаны с эмоциональным интеллектом, с EI, я очень рекомендую читать, в том числе и книга «Эмоциональный интеллект», сама, да, есть такая книжка, вот. Также я бы рекомендовал, наверное, читать историю, хотя мы очень это делать не любим, и я сам сейчас вот только к этому пришел, что историю нужно изучать, потому что в истории кроются многие ключи к успеху в будущем, либо же в истории кроются ошибки, которые можно было бы не совершать. И в этом плане, наверное, нам надо изучать историю свою, в первую очередь, да, и потом уже историю глобальную, там, мира, там, и так далее, вот. Но, наверное, по книгам примерно так. Классные примеры, в принципе, из того, что перечислил, это передовые практики, которые используют как крупнейшие корпорации российские и зарубежные. То есть это, на мой взгляд, такой кейс, когда татарстанская, но достаточно компактная компания, молодая, относительно. Очень маленькая, давайте весь свои, вещи своими появляются на той же скорости, что и крупнейшие компании мира и России. Поэтому, мне кажется, хороший пример, в том числе для молодых проектантов, для юных стартаперов, что несмотря на свой размер, несмотря на объем выручки, метрик, мыслите глобальными ценностями. Наша жизнь, каждый день определенные декорации, да, окружают, там, в универе одна декорация, дома другая декорация, там, к маме приехала, к бабушке приехала, третья декорация, где-то с друзьями тусуешься, четвертая декорация, и это везде декорация. И мы иногда ведемся на эти декорации и забываем о каких-то важных глобальных ценностях в жизни. И где-то можем подкупиться декорациями. Вот когда ты смотришь фильмы про наших дедушек и бабушек, там, про блокаду Ленинграда или какие-то другие фильмы, возможно, кто-то скажет, зачем там, и так там много проблем хватает и так далее. Но ты сравниваешь, ты сравниваешь, и ты переоцениваешь то, что у тебя сейчас есть. И ты начинаешь это ценить, начинаешь этим чуть больше дорожить, и, соответственно, там, позитивнее становишься. Шелуха уходит, остается суть, да? Да, абсолютно. Межличностные отношения. В точку сказал, да. Согласен. Ну, как-то так. Классно. Вопрос такой. Вот я знаю, что какие-то мероприятия у Тюбетей проводятся с участием студентов. Вот каким образом можно на них поучаствовать, обращение к нашим зрителям, кто хотел бы напитаться вот этой ценностью, позитива, международной интеграцией, условно говоря, да, может быть, устроиться на работу, может быть, какие-то совместные коллаборации сделать вживую и онлайн, где вот это можно... Смотрите, по поводу вообще мероприятия, вообще просто сначала номер один, мы всегда открыты. То есть если там, не знаю, у команды пиар КФУ, например, или у студента КФУ, или у сотрудника КФУ есть какая-то идея, сделать какую-то интеграцию с Тюбетей, не знаю, там, организовать встречу, обсудить что-то, там, поразмышлять над глобальным, или дать какой-то опыт передать, да, или же там вкусное чаепитие провести, ну, что угодно, то есть, да, любой повод, который, ну, где мы можем быть полезны, просто можно написать в нашу соцсеть, тюбетей.фуд, да, тюбетей.фуд, это Инстаграм, да, написать нам, в любом случае менеджер скорректирует, ну, скоординирует с нужным отделом, доведет до меня, доведет до управляющей компании, то есть мы подумаем, как это мы можем сделать, в каком формате, как это лучше, это вот что касается каких-то офлайн, да, вещей. Если кто-то человек хочет, например, к нам попасть в команду или хочет, там, какую-то идею предложить, то же самое. То есть, на самом деле, это, наверное, такое самое удобное окно социальной сети, где можно было бы с нами соединиться, состыковаться, вот, а так наши рестораны открыты вообще для любой движухи студенческой, то есть мы можем, ну, реально проводить какие-то там студенческие встречи, я не знаю, проработки домашних заданий или подготовки к экзаменам, то есть мы для этого, в принципе, и создавались, быть такой некой платформой, где ты можешь заниматься своим главным делом, учиться или двигать науку и позаботиться о твоей еде, то есть в этом суть, да, и поэтому мы, и наша управляющая компания, тоже офис готовы, открыты для студентов, как с точки зрения работать, да, у нас, так, с точки зрения помогать, там, в питании, да, помогать в передаче нашего опыта студентам, чтобы еще такие компании, как Тубетей в будущем появились, там, неважно, из Тубетей или просто в целом, да, мы открыты, то есть поэтому любая идея, я, вообще, из КФУ у нас, у нас в коллективе ребята есть из КФУ, и есть даже такие, которые, там, начинали, там, с кассы, а, там, сейчас взаимодействуют в маркетингом отделе, то есть, да, и работают, двигаются с маркетингом, то есть есть даже те, которые женились за учредителей, да, то есть, ну, это же так, как бы, да, просто как пример жизненной истории, в Тубете реально семьи появляются, это тоже такой момент, мы больше семейно ориентированная компания, да, вот, но мы открыты, вот это глобально, как бы, да, мы открыты, пишите нам в соцсети, пишите нам в соцсети, вот, мы открыты и готовы рассматривать, двигать, участвовать. То есть можно стать клиентом, сотрудником или подрядчиком, да, в том числе, сателит какая-то компания сервисная может тоже стать, в том числе, студенческий какой-то будущий проект, может быть вашим партнером, там, условно говоря, по доставке еды или, там, по сырью и так далее. Можно IT-решением стать, можно стать в каком-то проекте партнерами, то есть, ну, вообще открыты. Султан, очень много ценностей в рамках этого интервью получил и я, и, надеюсь, наши зрители. Вот вопрос такой, обращение к ним, каким образом стать успешным, да, в какой-то своей отрасли, как ежедневно, делая осознанный выбор, прийти к тем результатам, которые хотелось бы получить, да, к тем планам, мечтам, которые где-то здесь внутри рождаются, вот такое обращение к нашим студентам действующим или, может быть, вчерашним. Некие рекомендации, да? Да, рекомендации. Я, вот ты говоришь, там, успешный успех, да, я на самом деле как бы не любитель такого, и здесь, ну, не любитель имеется в виду того, что, там, какие-то, там, все про одно и то же говорят обычно, да? Вот, и поэтому не хочется, там, то же самое делать, но, наверное, первое, наверное, такое самое важное, это быть рыцарем своих ценностей, что ли, я не знаю, то есть, ну, есть такое понятие, определенное свое, стержень из ценностей своей, да, у каждого человека, то есть, это воспитание родителей, может быть, это, там, религии, еще что-то, еще что-то. То есть, и вот не предавать себя, не предавать своей ценности, это, наверное, номер один, да? Тогда, там, сердце потихоньку тебя, оно приведет к тому, где ты будешь на своем пике, на своем максимуме и пользы для других, и самореализации, то есть, и в целом ты будешь счастливым человеком. Если все время идти на поводу, да, то есть, кого-то или чьих-то там предложений, типа, куда поступишь, а я вот сюда поступаю, ну, ладно, я с тобой, ну, то есть, а ты куда пойдешь, я бы, ну, вот сюда, сюда, ну, ладно, я с тобой, то есть, если все время просто, так скажем, по течению, то нам тяжело будет максимум своего потенциала раскрыть, поэтому первое – это, как бы, держаться своих ценностей и быть им верным, да? Второй, наверное, важный момент – это для меня, который… Я человек творческий, и человек такой, ну, больше стратегический, больше концептуальный, и у таких людей, у которых, как бы, такая потоковая энергия, у нас бывает, ну, спад, то есть, есть мощный поток, потом бывает спад, и поэтому для меня, ну, я думаю, оно для всех нас актуально – это дисциплина. То есть, второй ключевой вопрос, то есть, когда вот у тебя есть определенные ценности, и вроде какие-то приходят события, которые тебя к этому двигают, или иногда кажется, что не двигают, это сейчас про это я третье скажу, то есть, и важно сохранять дисциплину, сохранять стабильность того, что ты делаешь, то есть, один, два, три раза, много раз надо делать, и не бросать, не опускать руки. Классный пример, наверное, это банальный пример, но тот же Шамы Джек Ма, да, самый богатый человек в Китае, он там только в KFC пытался, там, 27 раз, что ли, трудоустроиться. В KFC просто трудоустроиться, да, 27 раз. Или там в Гарвард пытался 10 раз поступить, тоже не поступил, сейчас, наверное, Гарвард жалеет, да. Вот. Третий важный момент после дисциплины – это как раз-таки то, что, в принципе, то, через что я прошел, я по образованию геолог. И многие люди, когда я думал, как бы, вот, спрыгнуть в сарамках и начать заниматься национальной кухней, говорили, ну, открытым текстом, ты дурак. Ну, есть, буду вещи своими имена, да, называть. Говорили, ты что там, у тебя такая зарплата, у тебя там такая карьера тебя ждет, и так далее, и так далее. А ты там какой-то стартап, обратно домой, ты куда там, ты только вырвался, типа, сейчас же все так, типа, что там в России делать, да. Вот. Наша профессия или точка, в которой мы сейчас находимся, это не наш конечный пункт. То есть, каждая точка в нашей жизни, через которую мы проходим, это извилистая дорога. И она может там крутиться, крутиться, и мы можем даже не представлять о том, что вот та точка, например, я не знаю, пересекся, ты где-то там дворником работал, я не знаю, да, там, подрабатывал или кому-то помогал, она может потом оказаться твоим выходом или твоей дверью, к тому, что ты стал президентом, не знаю, или там ты стал там, ну, владельцем или там лидером какой-то крупной корпорации, или там что-то открыл, какое-то научное изобретение. И поэтому нельзя недооценивать вот эти события, которые Всевышний нам посылает, которые, в которых упаковано что-то другое. То есть, мы снаружи видим там, что мне предлагают там, типа, я не знаю, поработать баристой, зачем там, типа, баристой, я же там великий физик. То есть, ну, иногда ты через этого бариста, через другие какие-то этапы придешь там еще к большим открытиям, потому что наше образование, наше обучение – это не про диплом, это не про, там, красный диплом, и написано там, да, геолог, нефтяник у меня, например, там, или геолог, геохимик, а это про опыт жизненный, который мы прожили, это про знакомство, это про вот эти впечатления, это про вот эту точку, которую ты должен был прожить, чтобы оказаться в следующем месте. И это даже в выступлении, по-моему, Стив Джобс говорил, в выступлении, когда я еще был жив, да, где-то в Гарварде или в Стэнфорде он выступал, и он говорил то, что вот эти точки, их не надо сейчас соединять, они потом соединятся, когда ты окажешься уже вот на том месте, где ты должен оказаться. И поэтому третий мой там совет, лайфхак – не недооценивайте и не говорите, что, что я там пять лет проучился на юрфаке, сейчас я пойду там, или там родители обычно говорят, что мы там пять лет вкладывали в тебя, ты на юридическом учился, а ты сейчас пойдешь там заниматься маркетингом, да ты что там, да, то есть пять лет на смарку. Нет, не на смарку, то есть на самом деле это часть нашего пути, вот, и если бы не геофак, Тюбетей бы, наверное, сегодня не было. То есть, ну, конечно, там ряд других, да, тоже событий, но в глобальной, если бы я на геофаке когда-то не оказался и не прошел через Арамка, не прошел через эти все бизнес-обучения и так далее, наверное, Тюбетей сегодня не было бы, или он точно был бы не такой. Поэтому ценим тот опыт, который нам сегодня судьба Всевышний отправляют, да, и берем максимум, и потом следуем сердцу, и дисциплинированно двигаемся, и это приведет нас к счастью, к успеху. Султан, большое спасибо за содержательное интервью. Я уверен, что максимум ценности получили наши зрители. Сегодня в выпуске проектного шоу был основатель сети кафе и ресторанов национальной татарской кухни Тюбетей Султан Эдуардович Сафин. Мы с вами увидимся в следующих выпусках. Султан, вам желаем успехов и удачи. Рахмат. Всем успехов. Рахмат. 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 Продолжение следует...